Секреты Skyrim Special Edition и интересные факты, о которых вы могли не знать. Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт! Начинаем! Друзья, у меня есть видео с секрет Сираны. Посмотрите, офигеете! Ссылочка внизу, потом обязательно зайдите. Ну ладно-ка, друзья. Секрет и очень интересный момент есть в коллегии Винтерхолде. Локация под названием Мидден. И в самой первой локации, друзья, мы находим что-то странное. Вы посмотрите. Узник, а рядом какое-то непонятное существо с головой оленя. Друзья, что это, черт подери, такое? Сразу, это Херсин? Да ладно. И мы видим удивление этого пленника, что, черт, с кем это меня посадили сюда, заковали. Друзья, если мы введем код и немножечко приблизим, а еще включим факел, то еще больше удивимся. Вы посмотрите, вместо глаз у него рубины. Что это такое, друзья? Может, это отсылка на какую-то будущую расу, которую нам покажут в шестых свитках? Друзья, если что, напишите. Может, я чего-то не знаю, но это очень странно. Очень-очень-очень странно. Развалился. Еще один секрет здесь, друзья. Если вы тут немножечко осмотритесь, то вы увидите какой-то потолок. Странный потолок, да? Стремный. И какая-то корзина. А ну-ка, давай-ка ее попробуем взять. Так. Нужно до самого края подойти. Но осторожненько. Оп. Раз, раз, раз. Ииии, вы посмотрите. Корзина полная очищенного лунного камня. Обалдеть, да? Но он тут не просто так. Зачем он тут? Я вам покажу в будущих видео. Так что подписывайтесь, включайте колокольчик. Очень скоро. Это очень интересно. Едем дальше. А за этот секретный бах мне повидал Сергей Соломонов. Смотрите, друзья. Скрытность вообще прокачана. Не прокачана. Убираем любое оружие. Назначаем кнопочку F. Быстрый доступ. Q. Выбрать. Нажимаем единичку. Ну, ту кнопку, которую вы хотите использовать. Берем. В руки это оружие. Садимся. Присели. Теперь есть ускорение. По умолчанию у меня альт, друзья. Это ускорение. Садимся. И нажимаем быстренько. Один альт. Один альт. Ну, у меня так срабатывает. И у нас срабатывает кувырок. Что за черт? Таким образом, вы можете юзать кувырок даже без прокачанного перка. И знать не хочу. Оставьте меня в покое. Черт. Эти ребята меня просто преследуют. Иди сама. Смотрите. Это, конечно, жесткий бах. Я его никогда не использовал. Но вначале можно прокачать. Хотя, нужно тоже потренироваться. Нужно очень быстро нажимать. Один альт. Один альт. Забавно. Ладно. Едем дальше. А вот в этой локации кое-что спрятано. И, между прочим, не так-то просто это найти. Смотрите. Сейчас я немножечко осмотрюсь. И здесь ничего нет. Какая-то трава. Если мы присмотримся, то какие-то лужи крови. Что это? А если еще больше присмотримся, то увидим маленький сейф. Как же мило. Черт. Попробую найти. Вы посмотрите. Он просто в каких-то зарослях. Вау. Я не знаю. Может, эти заросли сюда добавили Special Edition. Но. Офигеть. И какая-то кровь. Как будто тот, кто его оставил, тут и умер. Ну, все равно прикольно находить такие, вы знаете, сейфы. Открывать там же драгоценности. Потому что именно в таких сейфах больше всего денюжек на ранних стадиях. Хиль, да как ты? Не мерзнешь? Ху, ладно. Ну что, друзья. Город Винхельм. И здесь есть кое-что необычное. И я это не видел очень долгое время, друзья. В принципе, ничего такого. Но. Стена. Если мы присмотримся, то мы увидим какие-то имена. Ого. Неужели это все те, которые здесь погибли? Вау. Может, тут есть что-то интересное? Может, на этих кирпичах где-то там написано название шестых свинитков? Ну, это, конечно, меня поразило. Сколько играю, никогда не обращал на это внимание. И узнал об этом очень, очень, очень поздно, друзья. Кто не знал, ставьте лайк. Вот моя текущая локация. Недалеко коллегии Винтерхолт. Хильда. Уже что-то живет. Ну что, друзья. Здесь интересное местечко. Идем вот наверх. Спокойненько. Приготовлю на всякий случай огонь. Все-таки холодно. И видим двух хоркеров. Но они что-то охраняют, друзья. Какой-то сундук. Хм. А ну-ка, давайте попробуем просто так спокойненько пройти. Ребята. Я просто. Что-то ему не нравится, чувствую. И тебе. Ребята, я никого. Все, я убираю огонь. Спокойненько. Ага, сейчас. Конечно. Да. Заберем мясо хоркера. Клык хоркера. Хм. Можно отдать одной девочке. Я просто знаю, кто их собирает. Ладно. И пойдемте посмотрим, что же тут спрятано. Хм. Сразу видим, что, видимо, эти хоркеры кого-то уже убили, съели. И от него остались одни косточки. Хм. Тут можно найти книгу, которая нам прокачивает восстановление. Друзья. Очень неплохо. И книга очень интересна. Ну и сам сундук. В котором очень интересный лут. Давай. Черт. Мне недавно в комментариях написал Максим звонков и рассказал за очень интересный секрет. У меня когда-то была серия бриллианты на первом уровне. И я не знал за эту фишку. Друзья. После этих секретов я просто поражаюсь. И офигеваю, что после 7 лет все новые, новые, новые секреты. Вообще-то, вообще локация какая-то секретная. Это Хижина Фроки. Здесь очень много секретов. Во-первых, вверху есть секреты. Кто помнит, напишите, у меня была серия. Во-вторых, здесь диадема ученого просто так лежит. Обалдеть. И еще один очень интересный секрет. Вот, смотрите. Руда. Да? Можно взять кирку. Берем ее в руки. И сразу немножечко добыть себе этой руды. Ничего, в принципе, необычного. Орехалковая руда. Да? Добыли. Но, если мы присмотримся и охренеем. Друзья, здесь просто так торчит бриллиант. У-у-у. Его можно взять на первом уровне. Я был поражен. Друзья, я постоянно поражаюсь этой игре. Это какой-то взрыв. Сколько тут всего спрятано. Офигеть. Оказывается, они вот так вот есть. Просто, просто торчат. Теперь я буду присматриваться к рудам. Да, вот еще что. Чтоб я больше не слышала про усыновление. Никого из вас оборванцев отсюда не заберут. Никогда. Никому вы не нужны. Никто вас не хочет. Поэтому... Поэтому прощай, Грелот. Добрая, друзья. Какая же она гадина. Я думаю, каждый. Каждый из вас ее уничтожал. Дети-свиньи, 15 монеток и какая-то одежда. Но, друзья. Не все, наверное, знали, что персонажи, которые были убиты в городе через время, оказываются в зале мертвых. На самом деле, я как-то раньше на это не обращал внимания. И за это мне написал Михаил Жуков. Спасибо тебе огромное. Моей группе ВК. И серьезно. Через время они здесь появляются. Не знаю почему, но в Special Edition у меня почему-то не отображается имя. У него на скриншотах отображается. У меня нет. Не знаю. Но мы сразу видим, что это она. Дети-свиньи, золото, столько же и ее одежда. И я призадумался. Вот сейчас начинал записывать. Это ж у меня есть сейф, где я все-все-все попроходил. Очень много персонажей погибло. И пробежаться по всем залам мертвым. Может быть, после смерти у некоторых персонажей появятся какие-то секреты. Или какие-то драгоценности, которые потом можно забрать. Ага. Не задумывались? Я, честно говоря, задумался и, наверное, пойду искать свой старенький сейф. Где я все-все-все пролазил. И побегаю по этим залам мертвых. Черт, какая же крутая игра это Skyrim, друзья. Ладненько. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Спасибо огромное, друзья, за вашу поддержку. Счастья вам. Пока.